Всем доброе время. Здравствуйте, я вернулась к работе. Бегу на рынок, секонд-хенд, сегодня среда, все по плану. Знаете, что хочу еще добавить? Если вам интересно, за мной фруктовая лавка. Если вам интересно, я буду рассказывать свои наблюдения по поводу итальянцев, которые мне нравятся и которые мне не нравятся. Например, я иду по улице с телефоном, она меня сможет как на бракоженную. И так постоянно, знаете, как будто телефон в руках. Это какая-то диковинка. Но я сейчас не об этом. Вот у нас живут соседи рядом. Ну, как и везде, да? Не могу, не могу, знаете, меня немножко раздражает. Прихожу мимо кафе, вот, сидят люди. И все, все повернули голову, смотрят на меня, что я смотрю записываю видео. Вот в Италии это очень странно. Они не могут привыкнуть к тому, что люди могут снимать видео. Короче, говори не об этом. У нас есть соседи. Наши окна выходят на ихнюю террасу. И у них живет собака молодая. Собака у них живет приблизительно полгода. И эти соседи там, короче, папа живет. И сын. Сын взрослый, лет 25-27. Не женат. И папа один без мамы, скажем так. Без женщины. Они живут вдвоем. И вот они завели себе собак. Собака обычно, она не важно какой породы, но дело в том, что они ее приучают жить на террасе. И вот представьте, каждую ночь эта собака жутко лает. Потому что она хочет. Вот на протяжении всего лета мы слышим концерты с периодической... С периодичностью, да не знаю как. В день, в два, подождите, через три до дороги. И вы представьте, она в 2 часа ночи, в 3 часа ночи лает, скулит. Поначалу было еще хуже. Сейчас она более-менее попривыкла, но она стала больше, у меня стал голос. Более звонкий, более такой, знаете, миссистый. Масима ругался с ними, кричал, говорит, так невозможно, я работаю, мне вставать, она у меня будет ночью. А он, парень, где-то тут вообще, видно, спит в берушах, не слышит эту собаку категорически, не хочет ей открывать. А парень, видите, вечером ходит гулять, что-то такое, приходит поздно. Бывает, ее запускают, а бывает, ее вообще не запускают. И один раз Масима на него попал, говорит, слушай, ну это ж невозможно, в 2 часа ночи она лает. Да-да, ты прав, ты прав, я сейчас запущу в дом. Потом буквально прошло 2-3 дня, и опять то же самое. Не знаю, мне кажется, у нас бы уже ее чем-нибудь траванули. Ну, это, конечно, нельзя так делать ни в коем случае, я против всяких там покушений на собак. Но сам факт, такое неуважение к соседям, когда все спят ночью, она лает как безумная. Она просится в дом, она шкребется. Они ее ругают, там, бьют, наказывают, пытаются его перевоспитать. Но, тем не менее, мне за счет же соседей, правильно? Я уже подхожу к рынку. Еще один факт. У меня есть еще не сережки золотые, с бриллиантами, с топазами. Если кто видел, может не видел, но не важно. И у них все время перетирается топаз, тоже такого плана. Они у меня висячие. Перетирается, и я их все время ловлю под... Ну, это бывает редко, но тем не менее. Потому что я сплю в сережках. Они, естественно, перетираются, заламываются. Нужно периодически менять колечко внутри. И вот в один раз... Ну, когда я жила в Украине, это было все нормально. Меняли, было все отлично, без всяких проблем. У меня был такой ювелир, который мне делал и менял здесь. В ювелирной лавке, которую Масим покупал мне кольца. Золото, бриллианты, вся фамилия их там покупала. Я пришла и говорю, вот так и так. У меня перетерлась цепочка тонкая. Ну, вот эта вот, которую я ношу все время. И сережка. Он говорит, вообще не вопрос, оставляй. Придешь через час, через два, я все сделаю. Это будет стоить тебе 10 евро. Все вместе сделаем. Мы такие, окей, супер. Приходим. У него такая есть манера, знаете. Он сделал и ушел. Оставил на жену. Если что, какие-то проблемы, вопросы. Его здесь нет. И вот я забираю эту сережку, присматриваюсь. А она внутри черная. Ну, думаю, ну, может быть, он ее не вытер, не помыл. Знаете, как бывает. Спешил. И цепочка. Не сделана так, знаете, как аккуратно. Мне все время делали аккуратно. Не видно было, где место стыка. А здесь он просто припаял. Знаете, так придавил. Отлично. А сережка вообще, получается, он это колечко запаял и расплющил. И оно почернело от температуры. Я его чистила, чистила. Оно не очищается. Я распсиховалась. Мася, говорю, что это такое вообще. И Мася, Маша, высылает ему фото и показывает. Так и так. Вот сережка стала черная. На что он отвечает. Ну, извини, это золото низкопробное. В Италии оно более высокопробное золото. Более качественное. А это украинское золото средней качественности, скажем так. Вот оно почернело. Ну, послушай, ты же ювелир. Ты же знаешь, что оно может потемнеть. Я не знаю, как у меня оно не темнело в Украине. Как у моего ювелира оно не темнело. И вот как-то, знаете, это халатно. Он такой, ну что я могу сделать? Типа, не моя вина. У вас такое золото хреновое. Вот такой был его ответ. Все, я на рынке. Заканчиваем болтать. Смотрим, что есть. Рынок есть. Люди есть. Кстати, товара много. Закончились все феррагусты, все праздники. И мы ищем то, что нам нужно. Что можно зайти за 3 евро вот именно у этого продавца? В общем-то, ничего хорошего. Самые обычные дешевые марки, которые, наверное, 3 евро стоят в магазине. Или какая-то марка известная, но при этом не очень уже хорошо выглядящая. Вот такая настоящая марка, полон. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Кстати, любите ли вы так лимоны, как люблю их я. Я их ем, ну, почти лимон в день съедаю. Не знаю, раньше я терпеть их не могла, то есть пила только с чаем. Только немножечко вкуса. Теперь я обожаю саму шкурку лимона, потому что в Италии лимоны совершенно другие. Я рассказываю, у меня слюна течет. Не знаю, последние полгода помешалась на лимонах, ем их в огромном количестве, покупаю килограмм, но в неделю съедаю весь килограмм. Раньше я никогда не могла так есть лимоны, для меня они были жуткие случаи. А в Италии лимоны, что ли, не такие кислые. Не знаю, мама меня ругает, я ем их натощак, и надо запивать водой обязательно, потому что это всякие кислота. Тем не менее. Класс. Так, единственное мое приобретение на этой неделе, на прошлой неделе, простите, это вот такое вот, не знаю, такая футболка с капюшоном, или как называть, свитшот, я не знаю, как она называется правильно. Ну, вообще-то это не важно. Обычная черная футболка с капюшоном, скажем так. Так, вот такой вот мишка, Ральф Лорен, в отличном состоянии, размер М. Сейчас я вам покажу бирочки, вот. И, кстати, внутри бирочка тоже сохранена. Я не знаю, планировала оставить себе или детям кому-то, нет. Изначально я думала его продавать. Пришла домой, все посмотрели футболку, Денис, Полина такие на меня смотрят, я говорю, я буду продавать. Они, конечно, отошли сразу на задний план, но футболочка продается, но пока еще в наличии. И сзади вот я вам покажу капюшон. Обычно черная, в отличном состоянии. Единственное, уже ЦУМИ немножко к ней прицепилась. На этом все. Всем удачи, хорошего настроения. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...